Добрый вечер. С победой она во многом получилась историческая, даже довольно странно, но Ростов прежде никогда не побеждал Спартак здесь. За счет чего это удалось? Чем сегодня Ростов был лучше Спартака? Ну, реализовали момент. Я думаю, за счет этого. А так, в принципе, в обороне мы дисциплинированно играли. За счет этого не дали практически ничего создать Спартаку. Вы как-то совсем не эмоционально складывается ощущение, что абсолютно рядовое событие. Свидетельствует ли это о том, что у сегодняшнего Спартака предостаточно проблем или вы просто спокойный человек? Ну, я думаю, неправильно будет мне ходить сейчас, радоваться, везде кричать, что у вас Спартак в России все-таки не чужая команда. Поэтому так и надо. Сегодня вообще было немало спартаковских футболистов в спартаковском прошлом в составе Ростова. Вы с ними перед игрой как-то обсуждали это событие? Наверняка у каждого из вас свои воспоминания остались о Спартаке. Вот какие у вас? Ну, единственное, что обсуждали, чтобы, так сказать, не перегореть, может быть, у кого-то, может, определенный настрой, у кого-то еще что-то. Наоборот, другого настроили, чтобы не думать об этом, что вот бывшая команда, там надо что-то там сверхъестественное сделать. Отбросить эти мысли и стараться играть так, как и остальные игры. Только об этом говорили. Удалось не перегореть эмоционально? Ну, думаю, да. Старались всячески отбросить всякие мысли, там, играть, как и все игры. Стало ли для вас определенной неожиданностью, что Спартак слегка видоизменил схему, по крайней мере, эпизодически, или это вообще не сыграло роли сегодня? Да нет, это для нас не играет роль. Вы играли, обыграли, получается, ЦСКА, Спартак. Можете сравнить два этих матча? Ну, я ЦСКА лично я не играл, поэтому мне как-то тяжело сравнивать. Не знаю, можно сказать. После матча Сергей Пошелев подошел в Спартаковскую фигуни, отдал честь фанатам. Почему вы не были? Не, я подошел, ну, просто не к фанатам, а где Ростовский, рядом были Спартаковские, там, просто не фан-фектор, а болельщикам, там, Ростовский, мы подошли тоже, походу. Зуев не праздновал гол, если вы забили, праздновали? Нет, нет, конечно. Почему? Ну, неправильно это, зачем праздновать? Гол ворот той команды, которая в тебя вырастила, я думаю, это неправильно. А я сейчас очень много в СИНИ пишу, то, что, ну, Спартака, СТОВ, это ваш выбор, и мне пишут, что вот нужно Гулилову зимой возвращать. Читаете ли эти новости, как они влияют ментально на вас? И сами вы хотите? Я специально не ищу ничего, так особо не читаю, честно говоря, лично так голову забивать. Ну, естественно, не получается не увидеть там, кто отправит еще что-то. Ну, приятно всегда, что там, если хотят вернуть, если это правда, конечно, это приятно для любого, что его хотят видеть в команде. Ну, у меня сейчас контракт за Ростов только подписал, я не знаю, как тут может быть, вряд ли, мне кажется. Как вы думаете, Ростов к итогам сезона будет выше Спартака? Потому что это тяжело предугадать. Возможно, конечно, но не факт. На сегодня по игре вы чувствуете, что это два равных соперника, или что аутсайдер обыграл? Вы считаете, мы аутсайдеры? Я не считаю, что он аутсайдер, но просто есть там в Спартаке. Ну, типа Ростов. Нет, Ростов поменялся за, там, сколько, не знаю, за два года прилично поменялся. Поэтому сейчас как идем, хорошо идем. Никак не вариант сказать, что мы аутсайдеры, но идем в верхней части. Пока что так и стараемся там закрепиться. Поэтому пусть нас тоже лидерами будут считать, если так все пойдет. Он просто сказал перед матчем, что для него, что Сызрин, что Спартак. У него было такое обычное настроение. Ну да, так же спокойно был, честно говоря. Не было ничего такого особенного именно в этот день. Перед каждой игрой одинаковый настрой. Просто, естественно, там, задания другие. У Спартака одно, а Сызрин другое. Ну, Сызрин все-таки попроще было бы дать. Ну, все-таки надо. Спасибо. Спасибо. Победа.